Лёд и пламень. Трансляции из Сочи будут смотреть миллионы зрителей во всём мире. И традиционно самые яркие эмоции вокруг фигурного катания. Зрители всегда обсуждают, кто в чём, как прыгал, как плакал, как падал. Кажется, любая домохозяйка легко отличает тройной тулуп от тройного акселя. Но мой коллега Алексей Зотов решил поговорить с носителями тайных знаний, профессионалами. Оказалось, что любители фигурного катания могут смело повторить за классиком «Я знаю, что я ничего не знаю». Потому что сейчас самое сокровенное о самом популярном виде спорта. 2010 год. Зимняя Олимпиада в Ванкувере. Наступление российского фигуриста Евгения Плющенко на голову выше и технически сложнее остальных. Но судьи дают только серебро. Катание чемпиона Лайсачика многие сравнили с балетом на льду. Триумфального возвращения Плющенко тогда, похоже, просто не ждали. Фигурное катание – это не просто балет, что нужно разводить красиво руками. Иди сделай четверной прыжок, иди попрыгай. Прийти в форму всего за два месяца. Четыре года назад Евгению Плющенко помогли технологии, которые всё это время были засекречены. Мы впервые расскажем о некоторых из них всего через пару минут. Современное фигурное катание. Не только элегантный вид спорта, но и один из самых экстремальных. Чтобы чего-то в нём добиться, нужно упорно работать уже с 4-5 лет. Ученики Алексея Мишина, воспитавшего уже трёх олимпийских чемпионов, Елизавета Тухтамышева и Артур Гачинский тренируются несколько часов ежедневно. Кстати, а вы задумывались, почему вообще стальные лезвия плавно скользят по льду? Как насчёт силы трения? Всё просто. Под высоким давлением фигурист тяжёлый, а лезвие тонкое. Лёд плавится, и частицы воды работают как смазка. То есть, по сути, ребро конька плывёт в ледяной канавке, словно лодка. Мы закрепили камеру прямо на коньке Елизаветы Тухтамышевой. И теперь посмотрите, как взаимодействуют лезвие и лёд во время быстрого вращения. Обратите внимание, как с помощью зубцов второго конька спортсменка мгновенно тормозит. Вот ещё раз. Но всё же хотелось бы понять, как вообще получается такое скульптурное изящество. Должно тело всё время быть в напряжении, чтобы конкретно стоять в одной точке. И если ты как бы расслабился, то всё. Уже идёт раскоординация, потеря баланса, и вращение получается менее эффектное, менее быстрое. Скоростная съёмка поможет нам внимательнее рассмотреть и самый сложный элемент фигурного катания – прыжок в три или более оборотов. Его в буквальном смысле можно сравнить с полётом в космос. Чтобы оторваться ото льда, прыгнуть и сделать в воздухе три или четыре оборота, фигурист разгоняется до шести метров в секунду. И всё его тело превращается в одну мощную пружину. Энергия прыжка столь велика, что сравнима с энергией, с которой вылетает пуля из охотничьего ружья. Выжимаешь руки, тело в самого себя, и это просто становишься одним таким монолитным куском. Почему же так важно сгруппироваться, то есть плотно прижать руки и скрестить ноги за долю секунды? По законам физики, чем ближе всё тело к оси вращения, тем выше его скорость. Посмотрите, к примеру, на любого из этих котов. Прыгая на двухметровую высоту, они инстинктивно поджимают лапы, чтобы сохранить энергию и достичь цели. Так вот, то же самое делают и фигуристы. Даже прыжок в четыре оборота длится всего мгновение, поэтому скорость вращения фигуриста сумасшедшая. Шесть оборотов в секунду. К примеру, так же быстро вращается колесо вашего автомобиля на скорости 50 км в час. Или барабан вашей стиральной машины, когда она отжимает бельё. Шесть оборотов в секунду. И вот такая угловая скорость вызывает центробежное ускорение до 10G. А что такое 10G? 10G – космонавт, взлетая в ракете, он испытывает 5-7G. Посмотрите, что происходит с подготовленным лётчиком во время перегрузки 9G. Через секунду он просто теряет сознание. А теперь обратите внимание на лицо фигуриста в момент прыжка, на то, как оно искажено. При этом в голове спортсмена полный хаос. А ведь ещё нужно правильно приземлиться. Перегрузка в этот момент такая, что похожую испытывает водитель автомобиля, внезапно встречающего дерево. Правда, мышцы спортсмена натренированы так, чтобы приземляться мягко, как кошка. Убедитесь сами. И кошка, и фигурист опираются не сразу на всю лапу и лезвие, а молниеносно распределяют силу удара от передней части на всю поверхность. Ну а теперь об уникальных и секретных российских технологиях, которые быстро вернули Евгения Плющенко в форму накануне прошлой Олимпиады и помогают нашим фигуристам сегодня. Это лучший в мире тренажёр вестибулярного аппарата для фигуристов. Диски платформы, на которых стоит спортсмен, специально крутятся вдвое быстрее реального вращения на льду. Когда он выходит на лёд, он его делает спокойно. Он уже не думает о том, что ему надо сделать. Снимается стопор в голове. Представляешь, что это такое? Бесперерывно вращаться три минуты, а потом надо сделать какой-то соскок или прыжок, и ты должен поймать и продолжать какие-то дальше движения. Этот датчик-гироскоп подаёт сигнал, если фигурист не держит голову ровно. А вот так называемый жилет Мишина. Он учит за долю секунды принимать идеально обтекаемую форму тела. Раздался звук, бипер, значит, правильно. Не раздался, значит, неправильно. А вот секрет идеальной синхронности на льду нам раскрыли фигуристы Вера Базарова и Юрий Ларионов. В любой паре всегда есть дирижёр. Пять, шесть, три, четыре. А вот ведь действительно интересно, как фигуристам удаётся десятки и сотни раз повторять одни и те же элементы, точно как под копирку. Ведь это спорт, а не балет. И если не дотянул руку, то уже и не скажешь, что это такое внезапное творческое решение. На самом деле почти все современные фигуристы пользуются для этого. Системой видеоанализа Дарт Фиш. Для чего на видеокамеру снимают сразу два исполнения, ну, скажем, элемента Тодес. Вот одно, вот другое. Затем компьютер накладывает одно изображение на другое. Вот так. И всё. Теперь и спортсмены, и тренеры могут видеть все свои ошибки со стороны. Это случилось почти 10 лет назад. Фигуристы Татьяна Татьмянина и Максим Маринин потеряли равновесие, и Татьяна рухнула на лёд, ударившись головой. К счастью, травмы были не очень серьёзными. И всего через полтора года пара взяла олимпийское золото. Мы попросили Татьяну и Максима принять участие в научном эксперименте Центра спортивной подготовки сборных команд России. Вы впервые видите, как технология съёмки блокбастеров применяется сегодня для достижения спортивных результатов. На Татьяне и Максиме десятки меток. 18 инфракрасных камер считывают каждое их движение на льду, а компьютер строит математическую модель выступления. Теперь вот так тренеры получают ответы на вопросы, которыми прежде и не задавались. На какой секунде выступления пара устает так, что может потерять равновесие? Как подобрать музыку под физические возможности спортсменов? Правильно ли человек думает, когда выполняет это движение? Что мешает? То есть стопа бедру или бедро стопе? Как положение стопы относительно бедра влияет на изменение скорости движения? Впрочем, конечно, даже сегодня технологии – это ещё не всё. Хотя прыжок в пять оборотов ждут именно от них. Они не страхуют от падений и травм и не гарантируют успех. А яркое, эмоциональное и виртуозное выступление по-прежнему зависит от личности и характера. Алексей Зотов, Первый канал.